Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и сегодня поиграем в Fit and Grow Fish. Опять, опять-таки поиграем, и сегодня я попробую поиграть вот за это существо, которое было добавлено давно. Вот так оно выглядит. Это огромная черепаха, просто огромная, уродливая какая-то прям вся черепаха, которая имеет защиту, ну, в общем, у неё несколько способностей прятаться, прятаться, это вот это hide in the shell в своём панцире. И ещё какая-то способность, но я не понимаю, в чём здесь соль. Видимо, чтобы не умереть, она может ускоряться, или что-то типа такого. Ладно, посмотрим. Сначала нам нужно набрать 70 очков, 70 голды для того, чтобы её взять. И давайте возьмём вот эту вот убер-рыбку, или как она называется, убур. Убур это бесплатная рыбка, и у нас с 14 хп один демаг в количестве одного процента. Одного процента, в общем, укус наносит всего лишь один урон. Так, неплохо, неплохо всё. Ну и вот, вот так всё выглядит. Так, могу ли я есть это? Нет. Только если я это возьму и сломаю. Какой же медленный у него укус всё-таки, у этого персонажика. Так, хорошо, здесь, смотрите, какие-то большие морские ежи есть, и маленькие. А-а-а! Дерьмо. Это было опасно! Это было, чёрт возьми, опасно. Смотрите, здесь есть мальки. Но я их, наверное, не поймаю, потому что они довольно-таки быстрые. Давайте возьмём, попробуем сломать вот эту фигню. Чем они отличаются? По-моему, ничем. Чисто только внешним видом. Как он засовывает себя, просто этого морского ежа? Я без понятия. Офигенно всё, ребят, офигенно. В общем, я знаю, где у нас водится черепаха, и где её можно поймать. Так, давайте попробуем поймать креветочку, или что это такое. Да, её можно поймать, и просто с одного, даже без ударов, просто взять съесть. С одного... А-а-а! С одной... С одного нажатия кнопки... Правой кнопки мыши, всё верно. Чёрт возьми. Всё, меня не преследуют, вроде бы, эти рыбы. Они очень опасны, но вы сами знаете, уже по прошлым сериям. Они меня не преследуют, но они идут в том же направлении, что и я. Что за фигня? Так, давайте, ладно, будем ловить креветок и набирать уровень. Я так понимаю, мне за креветочек ещё дают... Да, ещё дают золото. Так, такие же рыбы, как и я. Так. Ну! Как же долго он бьёт! Ну же, ну же, ну же! А! Почти, почти, почти! Давай, я готов! И чувствую себя как в какой-то просто... Космической игре, где мы должны управлять космическим кораблём. Офигенно, я съел! Нет, дружище, ты, конечно... Я помог мне убить его, но... Съел я, всё отлично. Так, креветочки, за креветочек нам дают... Эй, что ты здесь стоишь? За креветочек нам дают тоже золото, так что нужно их есть. И искать их. Так, вижу вкусняшку. Ну, я фиг поймаю, что вкусняшку. Так, здесь тоже морских ежей много. Давайте их использовать. 1 и 2 у меня урон. Не очень много, не очень мало. Ну, в общем, недостаточно для того, чтобы нападать на больших каких-нибудь рыбёшек. Так что я пока что... Пока что буду просто расти стараться. Потому что если на нас нападёт, к примеру, тот же самый сом, то нам будет жопа. Нам придёт полнейшая задница. И так что, ребята, думаю, что есть смысл искать креветок, потому что золото нам нужно. Нам нужно, в конечном итоге, 70 набрать для того, чтобы поиграть за черепаху. И, кстати, черепаха у нас стрёмная, если вы не знали. Она не имеет анимаций почти никаких. Очень мало анимаций. То есть, анимации просто нахождения в воде. То есть, статичного нахождения. У неё нету. То есть, если рыбка, она, видите, двигает плавниками. Глаза у неё там двигаются. Всё у неё двигается. Хвост двигается. Вот, смотрите, она просто стоит сейчас. То есть, у неё есть анимация. То есть, у черепахи такой анимации нету. То есть, разработчик ещё об этом не позаботился. О, крабики. Здесь они какие-то... Серовато-зелёные. Нифига себе у неё скорость удара. Охренеть. Вот это было круто. Так, давайте искать ещё крабиков. Ковкрабики тоже очень хорошая цель. Потому что они дают нам мясо. Воу-воу-воу. Серьёзно? Смотрите, за щукой. Сом! Фух, я уже думал, за мной сейчас пойдёт. Сом за щукой просто ходит. Охотится. Охренеть. Так, вижу креветочку. Ловим её. Здесь меня не убьёт черепаха. Так, здесь вот эти рыбы, они мне нанесут много урона, если я к ним пойду. Здесь щука. Так, уходим. Здесь щука. К нам плывёт. К нам плывёт щука. Мне, конечно... Ребят, я вам помогу, постараюсь. Офигеть! У неё ускорение удара у моей рыбины. Всё, я её убил. Фух. Я уже думал, она меня убьёт. Просто я столько уже ударов нанёс. Офигеть! Вы всё сожрали! Серьёзно? Ну вы засранцы. Я тут, блин, столько потратил жизни ради того, чтобы убить её. Блин. Ну вот так вот всегда, ребята. Вот так всегда. Вон, крабик вижу. Блин, я боюсь даже подходить. У меня половина сейчас жизней. А здесь много крабиков. Хорошо. Возможно, даже здесь кто-нибудь ещё есть, помимо крабиков. Так что надо быть осторожным. Вот такая же рыбина, которая... С которой мы только что сражались. Идите, ребята, идите. Они, видимо, со мной. У меня пассивная способность. То, что... Вот эти чуваки, они будут со мной существовать. Да, чем больше я бью вот этой рыбой, чем больше я наношу ударов... Да козлы! Так, э... Отлично, аллилуйя. Вот черепаха! Охренеть. Так, ну тогда... Там черепаха. Я знаю ещё одно место, где находится черепаха, ребят. Так, здесь рыбину мы съели. Это, видимо, черепаха убила эту рыбину. Эй, что там происходит? Ты офигела? Эй, рыба! Она взяла, сожрала моего брата. Блин, у меня есть шанс умереть, ребят. Не, всё. И мы его всё-таки загрызли, загрызли этого... Тунца или кто это такой там. Дай мне сожрать. Отлично. Хотя бы одну я съел. Так, и это тоже разрываем. И забираем здесь опыт. У меня сейчас должен быть уровень. Да. Ещё одну суетаем. И пятый уровень уже! Целый пятый! Двенадцать голды, ребят. Эээ... Голды, если вы не в курсе, нам дают золото за то, что мы... Едим мясо. То есть, если мы убиваем, если мы едим морских ежей, если мы едим морские звёзды, нам не дают ничего. Но если мы едим мясо, либо креветочек, ну, в общем, живых существ, то нам дают вкусняшку. Так, вон, вон черепаха, смотри, она залезла прям в дыру эту. Наш опасный, где подходить. Вон, вижу вкусняшку. Видели, как я напал просто? Мне понравилось. Хорошо, я съел, я съел. Так, ещё одна черепаха должна быть посередине карты, тоже в таких же пещерах лазить. Может быть, это одна она есть, просто она перерезала как-то сюда. Так что надо быть осторожным в любом случае, потому что если мы нарвёмся на черепаху, то жди беды, как минимум, как минимум жди беды. Ну, мне кажется, что беды не стоит ждать, потому что мы просто-напросто умрём, если мы нарвёмся на неё с одного удара. Так, потому что сильный урон у неё, она сама по себе мощная, жизни у неё тоже много. Так, я вижу опять эту рыбку, вкусненькую. У меня теперь пятый уровень, а не четвёртый. Она меня боится, серьёзно? Охренеть. Я играю за самую лёгкую рыбу, за бесплатную. Меня боится эта уже рыбина, нифига себе. Ну, это, в принципе, понятно, почему. Так, вот она. Ты уже не уйдёшь. Лучше сражайся со мной. Правда, у меня урона несколько раз больше. У меня четыре урона, а у него один урон. Охренеть. Ну, я разрываю эту рыбину вообще в клочья. Крабик. Идём к крабику. Так, ещё одна такая же. Она меня боится, что ли? Щука! Убегаем, убегаем, убегаем. Не, с ней не справлюсь, ребята, ещё слишком рано. Мне сейчас нужно зарабатывать левел. Быть большим и сильным. Не, классная рыбина, конечно. Я думаю, что она вообще будет крутая в конце. Ну, представьте, да, там 20 уронов с такой скоростью атаки. Это вообще, к примеру, 20. Я не знаю, сколько у неё будет. К примеру, на 20 уровне. Я, как знаю, здесь бесконечное количество уровней. Возможно, даже не бесконечно, возможно, я ошибаюсь. Возможно, есть лимит. Лимит, который можно как-то выключить. Мне кажется, сотый уровень это лимит. Но его можно выключить как-то в настройках. Но я, ребят, этого не проверял. Я набирал около 50 какого-то левела. Когда давным-давным-давным-давно играл. То есть, когда ещё эта игра только появилась. Сейчас уже новые версии выходят. Очень крутые рыбки всякие выходят. И я стараюсь для вас всё это записать, конечно же. Показать, какие всё-таки версии рыб. Да и вообще, что за обновления нам добавляет разработчик. Так, неплохо. Седьмой уровень. Кстати, на этих рыбах вообще можно спокойно подняться. Они не особо-то сильные. Я, на самом деле, ожидал от них большего. Намного большего. Главное, чтобы щука на меня не напала. Потому что щука сейчас единственная проблема, которая здесь находится. Эй, что там происходит? Всё. Могу ли есть морских ежей? Нет, не могу. Сразу не могу. То есть, мне придётся всё равно её разбирать. Так, здесь мои рыбки появились. Хорошо. Такие же, как я. И все такие... А, вот, нет. Всё-таки она есть. И вот она. Вот она вот. Да нет, ты уже не уйдёшь, дружище. Где он? Только не говорите то, что он сейчас... Вот, вот, вот. Я уже думал, всё. Потеряли его. Он где-нибудь на суше уже умирает. Видите, пять урона. Пять урона уже наношу. За удар. Так, раз. Два. Три. Офигенно. Очень быстро, ребят. О! Испугала меня рыбина. Вон какая она страшная. Такая же, как я. Вот, вот так она выглядит. Вот так вот. Таким вот образом. Довольно-таки жутко, ребят. Довольно-таки жутко. Вот щука. Я не хочу на неё нападать, потому что мне страшно. Страшно то, что она меня убьёт. Если мои братья нападут на неё, то можно, в принципе. Такие же, как я имею в виду. А так очень опасно. Я думаю, то, что она меня не боится в отношении... Ну, в отличие от тех рыбок, которые... Которых... На которых я нападал. Вот таких вот. Вот эти меня рыбки боятся. А щука, думаю, что меня не боится. Смотрите, сначала мы наносим два с чем-то, и потом у нас урон увеличивается. То есть скорость... Скорость у нас увеличится и урон. О, уровень. Офигенно. Очень быстро и легко, ребят. Восьмой уровень подняли. 33 голды. Трубку я тоже с удовольствием съем. Если догоню, конечно. Не, я её не догоню. Но и нет смысла, на самом деле. Нужно искать рыбёшек побольше. Как вот этих. Их дофига здесь. Их вообще дофига. Куда-куда-куда пошла, а? Ну ладно, здесь ещё одна есть где-то. Вот она. Видите, если я её хотя бы раз атакую, то она меня уже... На меня нападает. То есть она уже со мной борется, так скажем. Всё. Ещё одна. Я не попал. Всё равно далеко не уйдёшь. Не уйдёшь ты далеко, извини меня. Я не убил ещё. Смотрите, как от неё вообще куски мяса одни остаются. Вообще только лишь одни куски мяса. Так. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Оп! Поймали. Думаю, ребят, уровень двенадцатый какой-нибудь. И можно, в принципе, заканчивать и пытаться убивать каких-нибудь больших существ. Самов, щук и прочих. Здесь самые большие это самы. И после них уже идёт черепаха. А с черепахой я не уверен. Вообще-то, что у вас можно справиться. Так, крабика убьём. Интересно, как быстро мы убьём краба. Очень быстро, ребят. Мы его убили уже давно-давно. Мы просто сейчас разделывали его мясо, господи. На части расчленяли вот так вот. Так. Шесть урона. Хорошо. Семь. Семь урона, ребят, с удара. Так. Раз. Два. Три. Потрясающе. Вот эту рыбку интересно. А я могу ли, интересно, её сразу же съесть? То есть на правую кнопку мыши заглотить? Мне кажется, нет. Но попробуем. Не, я её не догоню даже. Какой здесь. Можно даже не пытаться. Так. Ищем, что у нас тут ещё есть. Ой-ой-ой. Те рыбы, к тем рыбам лучше не подплывать. Это стая рыб. Они меня разорвут просто, если стаи нападут. Так, что ищем у тех всё ещё. Воу, что это? А, это всего лишь. Всего лишь морской ёж. Так. Ищем, 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 ищем. Здесь вон щука. Рано ещё с ней сражаться. Вот. Вот наша добыча. Иди сюда. Просто взяла сама себя, завела в тупик. Минус. Ну это минус. Ну минус. Всё. Давай быстрее, быстрее. Раз. Два. Три. Я даже не вижу то, что я там ем. Потому что... Всё слишком близко находится. Так. Что-то вообще их очень мало стало. Видимо я истребил целый вид. Но вообще по сути они должны спауниться. То есть появляться. Как только мы убиваем одну рыбину, где-то в другом месте должна появляться именно такая же. Ой, её слишком просто. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь штук съели. Три из них вроде было. Это морской ёж. И всё остальное у нас было. То, что нужно. Так. Этому фигню всё равно полностью морского ежа мы всё равно не можем, к сожалению, сейчас съесть. Хотя было бы очень... О! Эй! Чёртова черепаха пошла в задницу. Пугает меня. Она, кстати, не умеет плавать. То есть она не может плавать так, как рыба плавает. Она ненадолго зависает в воде. На воде. А потом падает опять на сушу. Ну, такие дела будете знать. Я вам покажу всё это в этой серии, ребят, в самом конце. Обязательно, обязательно досмотрите до конца. Вы увидите, как выглядит черепаха. И как она вообще себя ведёт. И какие способности у неё есть. Насколько сильна она и насколько крута. Брутально. Иди сюда, моя любименькая. Вот зачем, зачем убегать от неизбежного? Шансов у тебя на выживание просто не было. Извини меня, пожалуйста. Так, отлично. Десятый уровень, ребят. Я думаю, двенадцатый. Да, двенадцатый. И мы потом сразу же попробуем убить сначала щуку. А потом после двенадцатого уровня посмотрим, сколько щуки дадут. Посмотрим, как себя ведёт сом. Насколько сом силён. Потому что мне кажется, что сама мы тоже сможем победить. У меня, кстати, уже шестьдесят голды. То есть мне осталось совсем чуть-чуть, чтобы спокойно себя чувствовать. И купить без проблем черепашку. Супер ниндзя черепашку. О! Кусок мяса, серьёзно? Нифига себе, какая-то большая вообще. Фигня умерла. С ней очень много мяса было. Так, иди сюда. Всё. Поймал. Свои объятия. Я должен около восьми урона наносить, скорее всего. Да, восемь урона наношу с удара. Это вообще офигенно. Черепаха всё ещё так же плавает. Всё так же предоставляет для меня угрозу. Смотрите, какая она большая. У неё есть анимация плавания, но анимация статического... Положения у неё нету. Я уже об этом говорил. Ну, думаю, поймёте. Просто не очень красиво смотрится, когда она просто стоит на месте. Потрясающе. У меня одиннадцатый уровень, ребят. Осталось совсем-совсем-совсем капелькой для того, чтобы... Набрать ещё один уровень и пойти на больших существ. Я, конечно, на черепаху тоже попробую напасть, но я почти на сто процентов уверен, что черепаха меня просто разберёт за несколько ударов. И у неё есть, кстати, защита. То есть, если она использует способность защиты, то я не смогу ей наносить урон какое-то время. Ну, точнее, урон-то буду наносить, но она ничего получать с этого урона не будет. Так, два, три. Двенадцатый уровень. Ищем цели, где наша любимая щука. На маленьких рыбах я даже не буду нарываться. Вот на тех вот. У-у-у! Вот на этих, да, всё верно, которые ко мне только что подплыла. Чёрненькая такая. Они потому что очень вредные. Они сразу нападают с нескольких сторон и вас разрывают. То есть, вы не сможете атаковать. Они будут вас и хвост кусать, и в бока. И вы просто будете находиться в одном положении и не понимать, как вообще отсюда вырваться. В принципе, по сути, это именно так и происходит. Давайте посмотрим, что, кстати, здесь. А, здесь просто у нас. Я думал, там мостик какой-то. Ну, ладно. Сом. Сом на потом у нас пойдёт. Сейчас нам нужна щука. Щука была здесь, как вы помните. Я думаю, что она где-то здесь ещё есть. Хотя могу ошибаться. Могу ошибаться вполне. Видите, сколько существ. Невероятно, что щуки уже здесь и нет. Возможно, помните, мы видели много мяса. Скорее всего, щука как раз-таки и померла вон там. Скорее всего, даже атак... Не, атакулы, блин, господи. От черепахи. Здесь главная у нас сила. Сила этой локации. Это как раз-таки черепаха. Все боятся эту черепаху. Это настоящий мутант. Огромная черепаха, которая готова просто за несколько ударов даже самого огромного сама вынести. Так, ну где, где щуки-то, господи? Вот когда они нужны, их нету. Так, это мои все рыбки. Тоже мои. Этот... Другая рыбина. Я уверен, что щука, скорее всего, там, где вот эти маленькие говнюки. Вполне вероятно. Но это опасно опять будет, потому что, если мы нападем на маленького говнюка, то жди беды 100%. Вон она, щука! Я уже лечу к тебе, щука. Я уже лечу. Так, ну что, посмотрим, на что я способен. А, мои братаны мне помогают. У нее 10 урона с удара. Мы ее уничтожили. Охренеть. Мы могем, мы могем, ребят. Мы могем, вообще нормально. То есть... Так, еще у нас немножко пойдет. Да. Все, больше у нас левела нету. Но я думаю, что нас сом уничтожит. Почему? Потому что у него урона больше. То есть 10 урона было только у щуки с одного удара. Вы представляете? Один удар, это 10 урона. А у меня всего около 50 жизней. Так, я готов жрать. Я готов жрать. Ну, раздираю его. Хорошо. Потихонечку, помаленечку. Все. Да, больше нету. Фух. Ну что, ищем сама. Лучше сначала... А, вон он. Он до сих пор там. Охренеть. Я лучше восстановлю немножко жизни. Мне кажется, у него урона около 20 единиц. Смотрите, он залагал. Застрял. Так, ну что. Вперед, рыбины. 12 урона, ребят. У меня 0 хп. Ну, я старался. Я старался его убить. Видите, на нем раны появились. Это значит, что он все-таки получил очень много урона. Давайте нажмем Escape. Нажмем Fish Select. И выберем все-таки черепаху, как я и обещал. За 70 единиц золота. Видите, что здесь сразу было что-то не так. Только не говорите, что они меня убьют. Офигеть. С одного удара я убиваю эту рыбу. Это сколько же у меня урона? Надо было посмотреть, ребят, сколько урона. Ну, давайте в конце тогда уже точно посмотрим. Она вообще какая-то безуправляемая. Очень тяжело ее управлять. Так. И где? Где? Где еще там? Мясо было же, еще мяса нет. Как же тяжело им управлять. Так. Так. Видите, на Shift я могу спокойно передвигаться. То есть, плавать. Но, видите, Shift у меня недолго работает. Как вы подняли, наверное. Но вот так вот передвигаться, то есть, по земле я могу без проблем. Без проблем. Так. И как тогда мне охотиться вот на таких вот рыб? Охренеть. Так я же их не догоню. Два. Два удара, чтобы убить вот эту рыбину. Представляете? Так. И она сразу заглатывает все. Охренеть. Вот это, вот это я понимаю. Вот это черепаха вообще. Черепашья сила просто. Так, хорошо. Ищем других целей. Я думаю, что и сама мы на первом уровне сможем спокойно завалить. Я уже знаю, где сом. Давайте к нему пойдем. Ну, все еще, мне кажется, там же. Рыб вот этих маленьких я заглотить не могу. Сразу же. То есть, я только что проверил. Это плохо. Учитывая мои размеры, мне казалось то, что я смогу это сделать. Так, и где же сом? Он ушел. Видимо, я заставил его... Научил его двигаться. И все-таки он ушел в нормальном состоянии. Так, смотрим. Вот еще рыбина. Вот еще две рыбины даже. Они меня вообще не воспринимают, по-моему, всерьез. Два удара. Ну, три удара точно. Видите, уже на третий удар он уже точно убивает. Так, вот этот кусок мяса я не могу съесть. Здесь я не знаю, как очень тяжело управляется. То есть, если мы стоим на месте, он очень тяжело управляется. Это существо. Так. О, сом, 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 сом. Это тот самый. Тот самый, который уже был раненый. Вот что? Посмотрите, я спрятался. Охренеть. Ну, ну и? И куда он ушел? То есть, ай! Серьезно? Если я умру, ребят, это будет эпик фейл. А это будет эпик фейл. Ладно, я спрячусь еще раз. Я почти победил. Но не победил. Он меня вообще за объект не считает. Видите? Не считает за существо. Пока я в этом панцире. Ну, панцирь он не может пробить, как я понимаю. Да, панцирь он пробить не может. Так что давайте немножко подхилимся, что ли. Опасно очень с ним сейчас сражаться. У него больше 12 урона, потому что он получил очень много мяса с моих рыбинок, которые его тогда атаковали. И он получил, получается, уровень целый. Целый, несколько уровней, мне кажется, даже. Он тоже хп сейчас восстанавливает. Вот что самое неприятное. Ладно, я вылезаю. Да хватит меня издеваться над мной. Где она? Где этот сом? Где он? Ой, как неприятно! Неудобно, ребят, неудобно. Очень неудобно управлять за эту черепаху. Ну нет, это нереально. Она вообще почти неуправляема. То есть очень тяжело. Я вот не могу ее повернуть на 180 градусов. Чтобы повернуть ее, это нужно, я не знаю, кем быть. Давайте ждем еще одного нападения. Так вот. А у него уже все хп. У него уже ран нету почти. А, нет, нет, здесь есть. Обманываю вас. Раз, удар! Нет! Я умру. Да, я умер, ребят, я умер. Тут никак. Нет, ладно. Я еще раз нажму щит. Потому что вариантов вообще больше никаких нету. Когда я использую щит, ребят, я не могу ничего сделать. То есть движений никаких совершать не могу. Сейчас он будет еще один раз меня атаковать. Ну, он постоянно будет меня атаковать. Мы сейчас подождем. Он где-то три атаки делает. И, видите, бесконтрольно, бесконтрольно. Я не чувствую своего, свою черепаху. Он меня убивает. Я не успел спрятаться. Ребят, это нереально, ребят. Это нереально. То есть черепаха против Сома. Видимо, Сом очень был прокачан. Я хотел показать вам черепаху. Думал то, что она супер неуязвимая. Но она действительно сильная. Но если за нее играет искусственный интеллект, это, конечно же, легко. А я говорю. То есть искусственный интеллект даже при неудобном управлении сможет спокойно выровнять ситуацию всю. То есть в определенную позицию встать, в определенную, в общем, как-то перевернуться. В общем, у меня поняли. То есть перевернуться искусственный интеллект может. А я не могу, потому что я не понимаю, что нужно нажимать. Потому что нажимая влево, он тупо стоит. Нажимая Shift влево, он тупо едет вперед. И медленно-медленно поворачивается. То есть что нужно нажать, чтобы он сразу повернулся на 180, это непонятно. То есть если рыбу понятно, просто взял мышку вот так вот сделал, и рыба повернулась. То черепаха, это совсем другая история. Кстати, где наша черепаха-то? Наша черепаха, видимо, уже погибла. То есть разодрана всеми. Вот такая вот была. Небольшая, но активная, интересная жизнь этой гигантской черепахи. Ребята, если вы хотите, чтобы я еще больше играл в эту игру, обязательно ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, что мы хотим эту игру. И я обязательно для вас ее запишу. Все обновления, которые будут выходить, я обязательно для вас буду записывать и говорить, какие новые рыбки или существа вообще были добавлены. И что в обновлениях было добавлено еще новенького. Ну такие дела. С вас лайкос, меня видос, ребят. С вами был Лекс, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Называем подписываться в пабликонтакте, ссылка есть в описании и в шапке канала. Всем доброе.